Сергиево-Пасадское отделение «Единой России» подвело итоги партийной работы за 2020 год. Встреча прошла в режиме видеоконференц-связи. Прошлый год выдался непростым. Коронавирус наложил серьезные ограничения на общественную жизнь. Но это не помешало депутатам провести такие масштабные мероприятия, как голосование по поправкам в Конституцию, День Победы и Диктант Победы. По итогам 2020 года Сергиево-Пасадское отделение партии заняло первое место в области, а фракция – второе. Может быть, где-то не так сложно занять такое высокое место, а как очень сложно его сохранить. И давайте поставим себе задачу, она реально, это точно, я знаю, что по итогам этого года быть на первом месте в лидерах. Сергиево-Пасад, на мой взгляд, всегда был в лидерах. И это его суть, и так и будет дальше. Особая нагрузка в прошлом году легла на волонтерское движение «Единой России». Члены партии, молодая гвардия и просто активисты весь год помогали жителям пережить карантин и самоизоляцию. В области до сих пор работают 59 штабов на базе отделения «Единой России». Один из них – в Сергиевом-Пасаде. Я хочу сказать, вот это волонтерское работание, которое, в общем-то, очень сильно подняло и авторитет, будем говорить, партии, и наш личный авторитет. Да, собственно говоря, даже вернуло к нам, ко многим, даже такое вот, какое-то самоуважение и такую вот активность. Я считаю, что эта работа у нас поставлена очень хорошо в округе, и за это огромное всем спасибо. Обсудили депутаты кампанию по вакцинации от коронавируса, которая стартовала в декабре прошлого года. На сегодня округ стоит на шестом месте из 64 муниципалитетов области по количеству вакцинированных. На самом деле неплохо идет работа, но надо выбираться уже из ковидных ограничений и уже надо начинать работать вживую. Я думаю, что время приходит. Надо начать работать, год начинается. Все, как обычно, будет непросто, но и не сложнее, чем было. А пока у депутатов Единой России на повестке борьба со снегом. С прошлой недели выездные депутатские комиссии вместе с жителями проверяют качество уборки улиц. Екатерина Фурсова, программа «События».